Нужно в голове у себя держать мысль о том, что успех может прийти в любой момент. Сергей Бурунов – актер театра и кино. Слово пацана, полицейский срублевки, кибердеревня, всех фильмов и сериалов, в которых вы могли видеть этого брутального актера, не перечесть. Только проекту Ньюм и ТД Бурунов дал эксклюзивное интервью. О каких ролях мечтает? Что вдохновляет? Нужно ли образование артисту? Слушаем. Как вообще учились в школе? Были прилежным учеником или, может, иногда хулиганили? Нет, я не хулиганил, я был прилежным учеником, я был хорошистом. Можно же так сказать. Хорошистом, да. Четыре, три, иногда пять. Есть ли роль, которую вы мечтаете сыграть? Нет, не мечтаю. Роли же они приходят. То есть, как сказать, она придет и как в любви. Либо что-то зажглось здесь внутри, что я захочу об этом сказать и захочу это сыграть. И все. А так, чтобы я об чем-то мечтал, ну, это будет лукавство. Есть ли какие-то рекомендации, которые вы бы дали современному подростку? Какие-то советы? Современному подростку? Ну, не такой вопрос странноватый. Ну, в каком контексте? В контексте, допустим, в контексте, который стремится быть похожим на вас, который хотел бы тоже стать актером, но не знает вообще, как поступать, как вообще развиваться. Похожим на меня зачем? У каждого свой путь. Да, нужно знать, что у тебя свой путь. То есть, нужно в голове у себя держать мысль о том, что успех может прийти в любой момент, в любую секунду, в любую минуту, и к нему надо быть готовым. Поэтому надо верить в себя, ничего не бояться, следовать своему пути и много работать, и учиться, и читать. А как считаете, важно ли актеру образование актерское? Да не только актеру, образование вообще в принципе нужно. Ну, то есть, как бы, понимаете, талант без ремесла – это эфир. Все равно это путь становления, это профессиональный отбор, это конкурентная среда. Для чего нужно обучение? Для того, чтобы у тебя была возможность во время обучения ошибаться и во время обучения учиться исправлять свои ошибки. То есть, профессионал отличается тем, что он очень быстро исправляет свои ошибки. Поэтому учиться, учиться, еще раз учиться. Есть ли кто-то, кто вас вдохновлял или, может быть, сейчас вдохновляет? Меня вдохновляет Джора Крыжовников тем, что он личный, что у нас есть настоящий режиссер, пишущий. Пронзительный, вдумчивый, анализирующий. Он меня вдохновляет. Меня вообще вдохновляет все талантливое. Есть ли составлять топ-3 актеров, которых вы считаете наиболее сейчас талантливыми, которые, можно сказать, новые звезды сейчас актерской сцены? Наших или зарубежных? Наших. Юра Борисов, Саша Петров, Рузиль Минакаев. Спасибо большое, спасибо. А, из девочек, про девочек забыл. Стасия Милославская из молодых. И мне очень понравилась Анастасия Талызина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...